У нас есть, скажем, департамент ЖКХ, который занимается выдачей этих актов. Комиссионно оформляют, обследуют и все остальное. Получается, что, как коллега предлагает наложить или запретить департаменту ЖКХ это дело, значит, что чиновники, которые работают там, или не справляются со своими обязанностями, или вообще не знают, что они делают. Но я, как департамент, хочу сказать одно, что на протяжении 2016 года миллион жалоб по поводу кронирования деревьев по частному сектору, по многоэтажному сектору, вообще ни одна работа не проводилась. И те же самые ветки бьют в многоэтажных домах балконы. Частный сектор обрывают провода. В этот зимний период это было, ну как минут 12 выездов у меня, где вот такие аварийные ситуации. Понятно, резать под корень дерева не надо. Но кронировать, вот то, что касается линий электропередач, какие-то вот обмоны. Линии электропередач электрики режут без нас. Стоп, стоп, это там, где, Леш, что не понял, это там, где идет сети облэнерго, а там, где сети городские идут, Хумсгар и Сполкома, он не может справиться с этими работами. Мы говорим о нарушении норм экологических. На данный момент в зимний период деревья не кладутся и не обязаются. Уважаемые коллеги, у меня есть предложение. У нас там одним из вопросов есть вопрос о подтверждении положений про управление департамента и так далее. Значит, я предлагаю принять следующее решение. Звернуться до департамента ЖКХ, что до призупинки выдачи дозвину любого готового на термин, пока не будет затверждение новое положение. А в этом новом положении, мы когда будем рассматривать, Александр Иванович, я прошу, чтобы мы с вами вместе взяли на изучение вопрос положений про департамент ЖКХ, чтобы мы в этом новом положении просто-напросто отдельно прописали сам механизм и нормативно-правовые акты, которые должны будут сделаны для того, чтобы департамент ЖКХ мог производить кронирование и не снос деревьев. И это же будет касаться, то есть норма должна быть одинаковой для всех, и для департамента, и для районных администраций, которые тоже занимаются кронированием и сносом деревьев. Вот такое предложение я предлагаю принести. Хорошо. И второе, хотел бы... Сами же поддерживаю. Хотел бы я тоже подытожить. Вот смотрите, департамент оформляет акты, да, какому-то подрядчику дает их на исполнение. Так что получается, ни один контролирующий орган не смотрит за этим? Получается, если бы были какие-то там нарушения... Я не защищаю... Но в новой структуре, в том числе управления... Александр Владимирович, можно я уже выступаю? Александр Владимирович, я же не закончил. Не перебивай, пожалуйста. Если получается так, что департамент ЖКХ на сегодняшний день, он все-таки или... вернее, нарушает все-таки выдачу этих актов, или не нарушает, куда же тогда смотрят контролирующие органы? Если бы были какие-то замечания, я думаю, они бы уже как-то отреагировали. Так исторически сложилось, что департамент ЖКХ выступает и заказчикам, и приемчикам. То, что новая структура и разрушка. Я поддерживаю господина нашего коллегу Лешу Олепешева. Предлагаю формулировку, которую я скажу. Какой формулировка? Звернуться до департамент ЖКХ, что до призупинки. Не заборонить, а просто призупините. Призупините. До какой период? До приятня, приятня нового положения про департамент ЖКХ. Это будет буквально недели 2-3, когда там все сидано, 16-го, грубо говоря. Недели 2-3, и все равно будет новое положение. У нас в повестке дня есть вопросы расследов по лошади. Мы не будем переживать. Они пилят по старым маркам сейчас. А ты еще 15-го года. Я тебе еще раз говорю. Мы звертаемся сегодня протоколом комиссии. Мы звертаемся в департаменте. Призупините любви дії, что до... Не важно, какие акты. 15-й, 14-й, 13-й год. Олег, тут давай не спеши. Призупините любви. Призупините любви дії. Существует сухостой. Еще раз оснасти. Послушай, что дальше? Леша, если на 3 недели остановится процесс сноса деревьев, с этим ничего не произойдет страшно. Нет, на самом деле все не так просто. Почему? Потому что сухостой, не полна машина. В этом случае отвечает... Давайте таким образом. Кроме аварийного сноса дерева. Аварийный снос дерева у нас производит кто МЧС города? Все. Никто не против такого? Нет. Все не могут. Да, пожалуйста. Один.